Привет, это Владимир, Реальная стройка и поговорим про самодельные кондиционеры Зрители моего канала уже неоднократно смотрели видео с Михаилом Предыдущее видео про самодельный тепловой насос из подручных средств я размещу в конце этого видео А теперь новое его детище бесплатный самопальный кондиционер Итак, там будет на заднем фоне звуки детей которые на втором этаже ходят А это, вот, видите, грулетка А это тот самый Михаил видео с которым собрало столько противоречивых мнений Человек, который собирал, имея знания и подручные какие-то средства он собрал тепловой насос который до сих пор благополучно работает Он нам в заднем фоне это он и это тоже он Оценок не даём я в этом ничего не понимаю, но так как много лет оно работает, как оно выглядит, уже не важно Милашенька, уйди, пожалуйста Так вот И теперь Михаила задача со второй задачей Надо же дом ещё и охлаждать Так вот, нас прервали Михаил, кроме того, что греет дом уже сколько? Года 4? 5 5 лет тепловым насосом своим и работая его доволен Теперь он решил как-то охладить если можно сказать, на халяву не столько на халяву, чтобы избежать приобретения большого количества внешних блоков и основного блока и он решил опять к матушке земле обратиться только теперь к её водным ресурсам Михаил, что вы тут придумали и затеяли? Есть большой огород и надо его поливать Вода из скважины где-то холодная Растения холодную воду не любят, плохо растут Я совместил подогрев воды для полива с охлаждением помещения Как это работает? Есть внутренний блок от кондиционера любого Это по семнашке Поступает вода из скважины Там нагревается и уходит на полив Сейчас поливается ёлочка на улице Включаем питание Оно сразу заведено на вентилятор Пошёл воздух Открываем воду Слышно, надеюсь, в камеру Пошла вода Да, вода пошла И воздух Уже идёт холодная Значит, я мог бы для лишнего понтередства Принести пирометр или термометр Но я задачи такой не ставлю Вот, значит, по факту Вода Вы не замеряли, Михаил? Примерно сколько она градусов Которая подземная? Вода подземная около 10 градусов Выходит около 20 градусов А воздух где-то до 15 Охлаждается Ну, хватает, чтобы вот это большое всё помещение 35 квадратных метров охладить И при этом поливается ёлочка Хорошо растёт Сколько расходует электричество насос Который подаёт эту воду? Насос, который подаёт Расходует где-то Пол киловатт часа И где-то куб воды уходит в час На охлаждение Но так как я всё равно эту воду Трачу на полив То считаю, что... Она из скважины вода А то некоторые, может, не поймут Да, вода из скважины идёт А какой глубины скважины неизвестно было? 27 метров В Ростовской области 27 метров Ну, то есть, это верховодка Нет, это вторая вода уже питьевая После лесника Вот так, да? Да И вот таким способом Именно, получается, вот этот сам блок И является тем, что... Опа! Вот Небольшая негерметичность в системе Появилась Ну, ничего Короче, вот это вот устройство Охлаждается оно И сюда... О, да! Действительно, прохладный воздух пошёл До нас уже зашёл Да, да, правда зашёл Ну, вот такой колхозный Только в хорошем смысле Метод У кого есть скважина И температура Ниже плюс 15 градусов Можете обеспечить Я думаю, что Купить бушный блок Сколько может стоить бушный блок? И где его вообще купить? Нет, достался бесплатно Но на это за 2000 Без проблем можно купить Хорошо, Михаил А если модернизировать вашу систему Поставить такие блоки В нескольких местах дома Да нет проблем Только можно воду подвезти И всё Ну да, разводка воды Проблема составляет Да Михаил снят по поясу Потому что здесь От маленьких детей От... Для того, чтобы они залазили на второй этаж На неготовую лестницу И не упали Здесь вот такой ОСБ-граничитель Ага, то есть И всё равно куб будет тот же Независимо от количества потребителей Или как сказать? Нет, на каждый будет куб уходить Тогда я не понял Я думал, они последовательно будут соединяться Или будет теряться температура Если дом маленький Хватит одного куба в час Если большой То, соответственно, нужно больше воды А вот тут некоторые блогеры Делали то же самое Только раскидали По системе отопления Да, я тоже так пробовал Но батареи плохо охлаждают воздух С них течёт конденсат Они ржавеют Приходится под них тряпки подкладывать Ага, а другие блогеры Что-то нам об этом не рассказывают Ну, может быть Я пытался в тёплый пол пустить У вас панельный стальный радиатор Стальный панельный радиатор, да Пытался в тёплый пол пустить Холодный типа носитель Ногам холодно А воздух всё равно горячий Потом я сделал Геоконтур в огороде 200 метров закопал Что это геоконтур? Простите нам, тёмным Вот такая труба ПНД-32 Закопана Но слово геоконтур, что оно делает? Это контур в земле Я понял, для какой цели? Для отопления зимой и охлаждения летом Земли? Дома Тогда я не понял ничего Зимой мы берём тепло Значит, земля тёплая Чем глубже, тем теплее Ну это мы понимаем Но я думал, на той поверхности, где вы закопать можете Там не может быть тёплой земли Там тепло До плюс пяти Грунт Мы Из него тепло берём Охлаждаем до нуля Нагреваем Будут до 35 градусов Подаем батареи И дома тепло Ну вы так и делаете Только теперь берёте где-то не в геоконтуре А где-то под землёй Да Я пробовал убрать от земли Но сын тяпкой поломал мне трубу Поэтому я греюсь Точнее охлаждаю дом водой и скважиной А эта система пока у меня не работает Всё, я вообще запутался окончательно Ну не важно, кто там умный А, вот ещё что Михаил Михаил Работает на форум-хаусе То есть он интернет-человек Он там Вот-вот будет нас модератором Я к чему это говорю Кто хочет Пишите под этим видео Что там Михаил накосячил Михаил нас безумный учёный У него инженерия головного мозга В том смысле, что он инженер У него даже ребёнок Подошёл ко мне и говорит Я вам помогал копать Я пойду займусь инженерией Это ребёнок говорит На полном серьёзе С семьи восьмилетний Восьмилетний Поэтому он инженер И Михаил всё время Ищет какие-то нестандартные пути Ещё раз покажу То, что является там Тем, что лежит тут под лестницей Михаил Обещал, что когда-то придёт В какое-то удобоваримое состояние Но мне кажется Он как-то замаскирует это всё Да и всё Это уже серийное изделие Продается на нашем сайте Просто опытный образец Есть крышка декоративная Я её испытываю сейчас Поэтому она открыта А вообще, когда закрыта Больше... А что за сайт? О, пошла реклама Сайт называется Темзит Название уникальное Больше нигде такого нет Поэтому... Ладно, я сделаю ссылку Вот, не знаю, чем вам поклясться Михаил просто мой приятель хороший Я много работал в его доме Я абсолютно ничего с этого не имею Ничего не рекламирую Но так как он меня убил тем, что он То с земли берёт на халяву тепло Теперь он с земли берёт на халяву холод И в следующий раз, я думаю, я приду к нему Он покажет колбасу с под земли берёт Я думаю, это вот такой вариант Ещё раз говорю Пишите свои комменты, свои идеи Может, какие-то Михаилу подскажите идеи Как вот Не знаю, как это сказать Этот рабочий орган Как-то по-другому применить Какие-то другие подачи Этого холодной воды Куда, короче, можно подать холодную воду Чтобы она хорошо распределялась Ну, а 35 квадратов, Михаил говорит, хватает Дом является 20... Скольки сантиметровых? 25 сантиметров Блин, а... А я сказал в другом видео, что 40 сантиметров Ну, не важно 25 сантиметров газобетона И охлаждение здесь эффективно более-менее Ну, всё, на этом этот сумбурный, как всегда Рассказ про инженерку заканчиваем Михаил, как всегда, будет отвечать на ваши Гневные или восхищенные комментарии Можете... Михаил, как вы на форум-хаусе называетесь? К-М-В-Т-Г-Н Я так думаю, что это Кам-Мин-Вод и Таганрог Он с Кам-Мин-Вод, а живёт сейчас в Таганроге Ну, короче, я и название в описании под видео Ника Михаила Размещу Можете зайти... Его профиль открыт или закрыт? Открыт! Посмотрите, в каких темах он что пишет Короче, это не обычный инженер Интересный человек Отец четырёх детей И так далее Потому что четверо детей, это у него хобби А в основном он инженер Вот такие вот самоделки от Михаила Все ссылки на Михаила и его контакты будут под видео Кому понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте и высказывайте свои пожелания И возражения, и идеи о самоделках Михаила Вот здесь всплывёт видео Про тепловой насос подручных средств Вот здесь всплывёт видео Правда, не от Михаила Про самопальный водопровод из Родника С вами, как всегда, был Владимир Реальная Стройка Всем спасибо, всем бабла и здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!